На этом уроке мы завершим Ираб грамматический разбор Суры Ат-Такатр, Преумножение. Мы остановились на последнем аяте. Потом вы непременно или обязательно будете спрощены в тот день о благах. То есть здесь в глаголе описан тот, на кого падает действие, а не тот, кто его совершил. Наличие букв нун, которая была удалена из-за встречи однородных трех букв нун подряд. Это нун рафи, нун состоянный раф, вместе с нун усиление, нун толкида, который состоит из двух нун. Удаленный вау – это слитное местомение с неизменяемым кончайным суконом на конце. На месте падежа рафа, именительного падежа. Имя заменяющее собой или замещающее фааль, то есть имя, которое заменяет действующее лицо. Местомение вау здесь удалили из-за встречи двух суконов. Это вау и следующее за ним нун толкиди, нун усиление, так как первый из двух нун суконирован. К тому же, предшествующее местоимение вау-бука огласовано даммой, что будет указывать на удаленное местоимение. Вальфи'лю маа наиби фа'али – глагол со своим наибуль фа'ль, именем, который замещает собой действующее лицо, все это джумлятун фа'лиятун. Глагольное предложение, джавабль касамиль мукаддари, является ответным предложением скрытого клятвенного предложения. Ла махалля ла хаминал и араби не имеет места в падеже. Оскрытое клятвенное предложение – это ухсима, например. Ухсима – это вместе со своим фа'алем ответным предложением. Это предложение маа туфутан аля маа кабля, соединено посредством союза тумма с предыдущим предложением. Так же, как и оно, ла махалля ла хаминал и араби не будет иметь места в падеже. Кау маидин йома – это взарфу заманин – обстоятельства времени, то есть имя, обозначающее время совершения действия. Мансубан – поставленное состояние нас в винительной падеже. Признак падежа нас в этом имени. Явная фатха на его конце. Уйома – это мудаф, имя йом является мудафом, первым членом изофетной связки. Явма идин – иди, в основе это идз, которому на конце добавили тануин аль оды, тануин возмещение или скажем тануин замена, который является заменой предложения являющимся мудафом и лея, вторым членом изофетной связки для идз. Аид, в свою очередь, является мудафом, первым членом изофетной связки, так как в основе может быть, например, Явма идд тароуна ннар или ахри, то есть у вас будет спрощено в тот день, когда вы увидите огонь и т.д. Идзат исман мабнивен имя с неизменяемым окончаемым суконом на конце. А огласовка кастры здесь во избежание встречи двух сукону, то есть сукона буквы даль и тануин, так как тануин, по сути это суконированный нун, а нун сакинато, который добавляется на конце имени. Значит во избежание встречи двух сукону мы заменили или скажем превратили первую сукону в кастру, после чего у нас получилось идзин или идзи в данном случае. Значит идзат мабнив али сукони с неизменяемым окончаемым суконом на конце, который из-за встречи двух сукону превратился в кастру на конце. Фимахалли джарин на месте падежа джар, родительного падежа, мудафан и лейгиль йоми, второй член из-за феттной связки для слова йоми. А что касается тануина на конце идзин, то это как мы сказали тануин уль айвады, тануин возмещения, т.е. тануин, который добавили вместо удаленного здесь предложения, которое на самом деле являлось мудафан и лейгиль идз, вторым членом из-за феттной связки для идз. Дальше. Ан-ин-на-име ан-эта харфу джарин предлог родительного падежа мабнив али сукони с неизменяемым окончаемым суконом на конце. А кастр на конце здесь из-за встречи двух сукону во избежание встречи двух сукону. Ан-на-име маджрурум би ан поставленный харфом ан в состояние джар в родительный падеж. В аламуты джар и признак падежа джар в этом имени аль-касра таз-захирату аля ахири, явный касра на его конце. В аль-джару в аль-маджрурум предлог родительного падежа мабнив аль-на-име и поставленный им в родительный падеж состояние джар имя ан-на-име мутаалликун бил фа'ли состоит в смысловой связке с глаголом тус-алунна. Аллаху а'лам. На этом мы закончим и раб этой суры. Аллаху а'лам.